Привет! Добро пожаловать на MediaKeller. Сегодня мы начнем знакомиться с новыми функциями DaVinci Resol 16. Самым заметным нововведением новой версии стала новая вкладка для монтажа под названием Cut. Она позволяет вам быстрее и эффективнее монтировать, и она очень крута при работе на ноутбуках. И сейчас я вас с ней познакомлю. Все мы привыкли к обычной вкладке Edit, где можно провести работу над проектом от начала и до конца. Здесь есть все инструменты для монтажа, бесконечные переходы, титры, инспектор, где вы можете настроить, как будут выглядеть ваши клипы и многое-многое другое. Однако из-за обширного функционала многие вещи становятся менее удобными и занимают больше времени. Именно для ускорения и повышения удобства работы была создана новая вкладка Cut, которая находится слева от вкладки Edit. Вот так она выглядит, и, как вы можете заметить, у нас появилось намного больше пространства. Здесь у нас находится универсальный монитор, который работает в трех режимах. Он у нас используется и для просмотра исходных файлов, и для работы над проектом. И также у него есть третий режим, который позволит отобразить все мультимедиа одновременно, про что мы вскоре поговорим. Слева у нас находится коллекция, где мы можем проводить навигацию по проекту, искать нужные клипы. Здесь же есть быстрые кнопки импорта. Также сама коллекция представляет новый режим отображения клипов в виде вот таких вот лент, где вы можете увидеть кадры видео, метаданные, ну и, собственно, название. Таким образом можно быстрее видеть, какой клип вам нужен. Ниже находятся инструменты вставки, быстрые переходы, ну и также управление нашим монитором. Справа от монитора у нас находится панель для мониторинга звука. Также сверху рядом с коллекцией вы можете найти все те же переходы, титры и эффекты, которые есть и во вкладке edit. Ниже под всем этим безобразием мы можем увидеть уникальный двойной таймлайн. Его особенность в том, что у вас есть два представления проекта одновременно. Сверху у нас находится таймлайн всего проекта в полном масштабе, где мы можем быстро выбрать нужную точку времени в нашем проекте. И нижний таймлайн увеличенный для того, чтобы проводить какую-то точную работу, например, делать какую-то обрезку, добавлять переходы, прочее, прочее, прочее. И что самое интересное, то что эти два таймлайна умеют взаимодействовать друг с другом. То есть, если я захочу перенести вот этот клип в начало таймлайна, мне не нужно будет, как во вкладке edit, если я в таком увеличенном отображении, мне не нужно будет отдалять таймлайн, выбирать этот клип, переносить его и так далее. Я могу просто выделить этот клип и перетянуть его на второй таймлайн туда, где мне нужно, без каких-либо проблем. И также, как вы можете заметить, клипы автоматически сдвигаются. Навигация по этим таймлайнам немного отличается от того, что вы видите в edit, поскольку здесь для того, чтобы перейти на какой-то промежуток времени, вам нужно перетягивать ползунок воспроизведения. Во вкладке cut вы двигаете сам таймлайн. И огромное преимущество всего этого дела в том, что вы можете использовать трекпад или новую клавиатуру DaVinci Resolve, которая позволит вам очень быстро прокручивать таймлайн в поисках нужного участка проекта. Для примера я покажу, как можно быстро проводить обрезку в этом новом интерфейсе. Если у нас есть какой-то длительный клип и нам нужно убрать его значительную часть, я могу использовать верхний таймлайн и просто перетаскивать вот этот курсор до того момента, где мне, собственно, нужно. Если я хочу провести более точную работу, если я понимаю, что чуть-чуть пары кадров не хватило, я могу либо воспользоваться нижним таймлайном, где у меня будет более точный контроль. И также вы можете заметить, что когда я выбираю вот эту срезку, у меня в мониторе она также отображается. То есть вы можете также покадрово изменять точку склейки, вы также можете использовать вот эти клавиши для того, чтобы сдвигать склейку по одному кадру. Таким же образом можно корректировать переходы. Если я нахожусь ползунком воспроизведения близко какой-либо склейки и нажму на какой-нибудь переход, например на Dissolve, он у меня автоматически добавится к ближайшей склейке и я смогу его впоследствии редактировать, выделив его. И вы можете увидеть, что в этом интерфейсе я теперь могу настраивать длительность перехода покадрово. Вы могли заметить, что здесь отсутствуют какие-либо инструменты деления клипов, трима и так далее, которые есть во вкладке Edit. Но при этом для добавления клипов сделали очень крутые инструменты и в том числе для поиска этих самых клипов. Вы можете добавлять клипы как и раньше, нажав по ним дважды левой кнопкой мыши, выбрав нужный вам отрезок и затем просто их перетащить на таймлайн, либо использовать команды быстрой вставки. Но при этом в мониторе появился третий режим отображения, который показывает все клипы одновременно. И называется он Search Tape. Теперь мы можем видеть, что у нас в одном окне мы можем просмотреть все клипы поочередно, как они располагаются в нашей коллекции. И эта штука очень удобна для того, чтобы быстро искать какой-то клип в огромном их множестве. А здесь они все будут наглядно показаны, вы можете просто вот так вот по ним провести для того, чтобы найти нужный. Ну а также появился новый режим просмотра, называется он Fast Review, который позволит вам воспроизвести всю эту ленту максимально эффективно. Эта штука достаточно умная. Она медленно воспроизводит короткие клипы и ускоряет длинные. То есть, например, если мы включим вот этот короткий клип и нажмем кнопку Fast Review, вы можете заметить, что он играется в принципе в реальном времени. Следующий клип уже будет подлиннее и он уже будет достаточно сильно ускорен. Если мы перейдем на вот этот клип, то он будет играться намного-намного быстрее, что позволяет вам быстрее найти нужный клип и добавить его на таймлайн. Также, если вам нужно добавить несколько клипов одновременно из этой линейки, вы можете задать точки входа и выхода. И тогда, когда вы их перетащите на таймлайн, они добавятся вместе. И это тоже очень удобно. Однако, в таком режиме достаточно тяжело проводить какую-либо навигацию, особенно если у вас много длинных клипов, можно скакнуть на очень много кадров малейшим движением курсора. И для того, чтобы этого избежать, добавлены вот такие вот слайдеры. Когда мы будем их использовать, независимо от длительности наших клипов, у нас будет одна и та же скорость изменения точек входа и выхода, чтобы нам было удобнее работать. Теперь о командах ставки. Многие начинающие их не используют, и на самом деле я понимаю, почему. Поскольку достаточно тяжело понять, почему, когда вы находитесь рядом с какой-то срезкой и добавляете клип при помощи insert, почему он делит клип, который находится под ползунком воспроизведения на две части. И причем, если вы не аккуратно поставили ползунок воспроизведения между клипами, а, например, на один кадр до этого, то когда вы добавите клип при помощи insert, у вас останется вот этот вот один паразитный кадр, который будет тяжело заметить, и вы можете прорендерить весь проект и в итоге понять, что вам придется все это дело переделывать. Это достаточно грустная штука, и во вкладке cut у нас эти команды немного по-другому работают. Здесь у нас используется smart insert, то есть умная вставка, которая автоматически определяет, куда вы хотите добавить клип. Например, в данном случае я нахожусь близко к нашей вот этой вот склейке, которая находится до ползунка воспроизведения. И если я выберу какой-нибудь клип, который я хочу добавить, и нажму smart insert, он добавится именно в ту самую склейку, которую я хотел добавить. Помимо этого, у нас есть стандартная команда append to end, которая добавит клип в самый конец таймлайна. Есть у нас команда ripple override, которая заменит клип, который находится под ползунком воспроизведения, на тот, который вы выбрали, и при этом подвинет все клипы, которые по таймингу не сошлись, чтобы у вас ничего не обрезалось. И также очень полезная штука, которая есть только здесь, это close-up. Часто бывает такое, когда вы снимаете на камеру с высоким разрешением, и вы хотите получить халявный крупный план, почему бы не сделать это одной кнопкой? И в данном случае, если я выберу какой-нибудь клип, который я хочу добавить в close-up, я просто нажимаю на эту кнопку, он добавляется второй дорожкой, и он по умолчанию будет в два раза увеличен. Если мне каким-то образом не понравилось кадрирование, я могу нажать на вот эту кнопку tools, инструменты, и у меня появится новая панель прямо в мониторе для того, чтобы я мог скорректировать кадрирование. Но помимо того, что я могу здесь исправить зуммирование, подвинуть клип каким-либо образом, повернуть его и так далее, здесь же есть инструменты для обрезки клипа, здесь же у нас есть инструмент управления громкостью, можно регулировать скорость клипа, исправить тряску, в общем, все то, что есть в панели инспектор. Когда вы закончили здесь работу, вы можете перейти во вкладку edit, и у вас весь монтаж сохранится в том виде, в котором он и был. Но также вы можете прямо отсюда экспортировать готовые видео при помощи кнопки Quick Export. Здесь находятся три пункта для экспорта, это H.264 с максимальным качеством, YouTube, который сразу же загружает видео на хостинг, и Vimeo. Если вы подключили аккаунт Frame.io, то здесь вводит также возможность отправить мастер вашим коллегам. Зачем же нужна вкладка Cut, когда в принципе то же самое можно сделать и в Edit, не переключаясь лишний раз между интерфейсами? Дело как раз таки в эффективности, в удобстве и в скорости, поскольку собрать во вкладке Cut какой-то предварительный результат можно очень быстро, буквально в реальном времени, вплоть до того, что вы можете просто включить единую ленту, ставить точки входа и выхода и при помощи Command вставки быстро добавлять какие-либо элементы там, где вам нужно. И таким образом вы быстро получите какую-то предварительную версию фильма, а возможно даже и конечную. Если же по каким-то причинам вы не хотите пользоваться вкладкой Cut и не хотите вообще ее видеть, никаких проблем не составит войти в меню Workspace, Show Page и снять галочку напротив пункта Cut. И тогда у вас эта вкладка пропадет. Ну и также при желании вы вообще можете скрыть панель навигации и работать в вашем любимом Edit до тех пор, пока руки не устанут. Пишите, что вы думаете о новой вкладке Cut, как бы вы ее использовали, нужна ли она вам. И если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на канал и оставайтесь в фокусе с MediaCellar. Субтитры сделал DimaTorzok